31-летний Юрий Колодей не предполагал, что всего за день его жизнь может так круто измениться. Полгода назад молодому человеку внезапно стало плохо. Глазы кружились, то есть рефлексы тошноты, дисбаланс, затруднения на движении были. Ну, что-то похожее было на стрясение. Я сначала думал, что это оно. Но как бы не обращая так сильно внимания, не сплывалось, можно так сказать. Вызвали скорую помощь Юрия, доставили в стационар ВРКБ, где на компьютерной томографии обнаружили внутримозговую гематому. Поступление и состояние тяжелое, пациент с опоры. В связи с чем пациенту была выполнена экстренная нейрохирургическая операция, резекционная трепанация черепа, удаление внутримозговой гематому. В ходе операции была удалена часть кости в правой височно-теменной области. Без нее Юрий прожил несколько месяцев, пока сходил отек головного мозга, и специально для него изготавливалась титановая сетчатая 3D-пластина на 3D-принтере. Область, где была резекционная кость, механический головной мозг не защищен. Для того, чтобы была механическая защита головного мозга, планировалось выполнение операции краневого пластика титановой пластины. Кранию пластику хирурги в РКБ провели впервые. Операция, длившаяся час, прошла успешно. Юрия домой выписали на пятые сутки. Усои хорошие, кормят нормально, отношения медсестры хорошие. И благодарность хочу выразить Рамзану, что он действительно так все хорошо, отлично сделал. В скором времени подобные операции видновские медики планируют поставить на поток. Наука, если нет тех рук, которые нужны, она бессмысленна. Нужен и человек, который все это сможет правильно организовать, адаптировать те данные, которые у него есть, правильно подготовить пациента, правильно организовать его последующую реабилитацию. Безусловно, здесь человек на первом месте, а потом уже в помощь нам наук. Ну а Юрий сейчас чувствует себя хорошо и через день приходит на перевязки. Совсем скоро ему снимут швы, а затем можно и на работу, улыбается мужчина.